Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы вместе с вами рассматриваем Евангелие от Марка. И сегодня читаем четвертую главу. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много. Вот спаситель продолжает благовестовать, и люди тянутся за ним, потому что чувствуют, что есть в нем что-то такое особое. И всегда, где появляется какая-то святость, где начинает сиять сердечное тепло, чистота души, люди всегда тянутся к этому маленькому очагу. А ведь здесь сам источник, сам Господь Иисус Христос, Солнце Правды. Он вынужден взойти на лодку, потому что весь берег занят слушающими его людьми. И оттуда он благовествует. И в данном случае он предлагает притчи. Что такое притча? Это краткий образный рассказ. Каждая притча, она вот принимает образы из окружающего мира, мы сейчас это увидим, и заключает в себе какую-то мудрость. Вот образный рассказ, он лучше запоминается, нежели какая-то там сухая философия. И в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло. И как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии. И тернии выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел, и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот Спаситель прежде всего предлагает притчу о сеятеле. Почему так? Да потому что он сам, сам Господь, и является этим сеятелем, который сеет слово евангельское. И прежде чем предлагать другое какое-то учение, он дает вот именно эту притчу. А притча-то о чем? О том, что мы по-разному воспринимаем слово Божие. Когда нам проповедуют, мы все очень по-разному к этому относимся. Одно упало при дороге. Сам Спаситель еще объяснит это. Но сейчас вкратце мы можем сказать так, что вот тут приводится три категории людей. Тех, кто не восприняли. И только одна категория тех, кто принял слово Божие. Всего лишь четверть принимает эту проповедь. Ну, как бы, четверть спасающихся, так можно сказать. Хотя здесь, конечно же, не до таких вот бухгалтерских подсчетов. Это больше указание на наше сердечное отношение. Как именно мы относимся ко Христу. И вот есть четыре разных отношения. Самое первое, это такое поверхностное. Очень поверхностное. Когда сеятель сеет, а семя падает при дороге. Но вот птицы прилетели, поклевали. То есть, когда ты вот услышал евангельское слово, но не отнесся к нему серьезно, пропустил мимо ушей, и это было похищено. Все, оно забылось. Другая категория, то есть первое, это невнимательные люди. Вторая категория, это люди малодушные. То есть те, которые вроде бы приняли, вот, упадает семя в каменистую землю, где мало земли, оно быстро всходит. Человек вроде бы увлеченно начинает следовать за спасителем, начинает всем говорить о своей духовной жизни. Вот, но если вдруг наступит гонение, он быстро соблазнится и отпадает, потому что нет у него корня, неглубокое восприятие. Третья категория, это люди сластолюбивые. То есть вот эти вот терни, которые подавляют прорастающие семи веры, они вроде бы уверовали в Господа. Они вроде бы стараются жить по заповедям Божьим, но в то же время не работают над собой. И в них постоянно вот как, вот страсти, как эти плевелы произрастают, и они заглушают доброе семя. То есть вроде бы какой-то росток веры есть, но человек больше живет своими греховными страстями. И только вот четвертая категория, это те, кто приносит плод. Спаситель говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть, а уши-то на самом деле даны всем. И все мы призваны услышать евангельское благовестие. Но не всегда мы хотим. Можно иметь, вот мы все имеем уши, но не все мы слышим, потому что закрыта наша душа. И с такими людьми получается, что у них в одно ухо влетает, а в другое вылетает. И слово о их же собственном спасении не остается в их сердцах. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». То есть, вот было много людей, которые слушали, но люди, к сожалению великому, зачастую шли только вот ради чуда. Они шли потому, что Господь кого-то исцелял, кого-то освобождал от падших духов, а еще даже и кормил чудесным образом, умножая хлеба и рыбу. И вот многие люди желали просто получить вот эти вот чудеса, быть насыщенными, видеть знамения, тогда как смысл учения Христова их не интересовал. И поэтому они услышали вот эти притчи, как что-то такое тайное. И, собственно, тайны Царствия Божия проходили мимо них. Мы видим, что он остался без народа, но не только двенадцати, а еще были некоторые люди, окружавшие его, то есть те, которые примыкали к двенадцати, и тоже искренне следовали за Христом. И, может быть, кому-то Господь и не подает вот такую возможность глубоких познаний, чтобы люди не умножали свои грехи. Поэтому сказано, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. То есть они не приняли вот еще евангельское благовестие, поэтому с них и не спрашиваются за его исполнение. Но не понимали притчи и сами апостолы. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Это ведь была первая притча о том, что сеятель сеет свое учение, да? А как же вы дальше примете это учение? И вот Спаситель дает объяснение, о котором мы коротко сказали. Послушаем, как Сам Господь объясняет эту притчу. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Вот так бывает, что человек увидит что-то святое, и душа вроде бы отзовется. Он услышал от кого-то слово о Боге, совесть его откликнулась, но тут же он в своей спешке удалился к каким-то своим земным делам, и дьявол похищает это слово в каком смысле? Что дьявол подбрасывает ему другие, совершенно пустые, суетные мысли, которые все вот это вот заполоняют, так что памяти о святом слове уже не остается. Дьявол способен вмешиваться в наш внутренний мир, подкидывать какие-то свои помыслы, пожелания греховные, и евангельское благовестие остается в стороне. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Вот есть такие люди, которые очень увлеченно воспринимают поначалу слово Христе, им вроде бы интересно, но воспринимают это неглубоко, как просто вот либо любопытную информацию какую-то, они не хотят работать над собой. И, соответственно, у них нет корня, если какое-то гонение за веру, то очень быстро они от всего этого отказываются. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, когда они приняли и стараются жить, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Обычные вот эти вот будничные попечения, необходимость заработка заполоняют все уголочки души, так что внутри души не остаётся уже места для Бога. Человек думает, что надо там успеть, здесь успеть, тут выполнить, перестаёт молиться. И вот Бог оказывается где-то на периферии такой души, и вот эти вот жизненные заботы, они как мощные плевелы, которые заглушают слово, и оно не приносят плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Вот было три категории людей, которые оказались неустойчивыми, и только четвёртый разряд, это те христиане, которые следуют всецело за Спасителем, но и среди них тоже три разряда. Одни — это совершенные, про них говорится, что они во сто крат принесли плод, плод духовный. Это, конечно же, люди святые, которые всю свою жизнь посвятили Спасителю, как бы мы сказали, на все сто процентов, поэтому во сто крат. Другой в шестьдесят, ну, по-разному может быть. Либо человек, который не всю жизнь был верен Господу, и потом только он образумился, покаялся, и уже достиг большого преуспения. Либо это те люди, которые, допустим, приняли монашество, посвятили себе всецело, но не достигли вот такого совершенства, однако и они принимают. Пусть они не на все сто процентов оказались добродетельными, но хотя бы на шестьдесят. И третья категория — это те, которые тоже старались, но не очень преуспели, и вот они в тридцать крат принесли плод, однако и они тоже принимаются Господом. И главный смысл этого, что не требуется вот прям всецелого совершенства. Ты делай то, что ты можешь делать. Не требуется надрываться, а старайся жить по совести, и сама совесть будет подсказывать, как именно исполнить заповедь. И после этого Спаситель уже продолжает свое учение. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, если кто имеет уши слышать, да слышит. Вот каждый из нас, вообще любой человек, он призван быть вот этой свечой, чтобы она светила. Есть солнце, которое дает всему свет. Без солнца мы не можем жить, мы согреваемся его теплом. И это образ Господа Бога, который дал всем нам жизнь и не спосылает благодать Святого Духа. Без нее нет жизни вечной. А каждый христианин призван, но он не может быть солнцем, а хотя бы вот маленькой свечечкой, которая небольшое пространство вокруг себя должно освещать. И любая свечечка, она тоже, пусть небольшой, но дает тепло. И весь смысл христианской жизни, он не в том, чтобы вот какие-то политические, такие вот массовые преображения внести в общество. Не надо вмешиваться в какие-то глобальные процессы. Нужно быть христианином на своем месте, в своей семье, на работе, там, где ты находишься, в общественном транспорте, везде, где ты соприкасаешься с другими людьми. И вот как эта вот маленькая свеча, которая освещает небольшое пространство вокруг себя. Она несет уже свет и небольшое тепло. И люди будут это видеть и радоваться. Потому что свеча, она не для того, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, а чтобы она была на подсвечнике. То есть для всех. Еще святые отцы так объясняют, что когда мы помещаем ее под сосуд, это, конечно, образ такого чревоугодия, когда или пьем мы что-то из сосуда, когда человек, в общем, удовлетворяет свои какие-то страсти, и таким образом свет свечи уже не виден. Она поставляется под сосуд, образно говоря. Или под кровать. Кровать — это образ лени. Что человек не хочет трудиться, преодолевая собственные немощи. Как будто он разлегся на кровати и никакого действия не хочет предпринимать. Вот это так объясняется, что поставить под кровать свечу. И она не дает никому свет. Мы всегда должны трудиться над собой. И в конечном итоге нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего потаенного, что не открылось бы. И даже если что-то мы скрываем, все равно наши души приобретают определенное качество. Когда мы делаем добро, то души становятся добрыми. Когда делаем зло, души становятся злыми, злобными. И все это рано или поздно обнаружится. И однозначно обнаружится, когда мы выйдем из своего тела. Вот душа выходит из тела. И какая она есть, добрая или злая, это становится очевидным в духовном мире и пред очами Божиими, и пред всеми. Невозможно соврать. Каков-то есть, таков и есть. Либо гордый, жестокий, немилосердный. Либо смиренный, потому что всегда обращался к Богу, а не замыкался на своем «я». Милосердный, добродетельный. Вот это все обнаружится рано или поздно. Так что лучше не терять время, а трудиться над собой прямо сейчас. «И сказал им, замечайте, что слышите. Какое меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. В этих словах говорится о необходимости усердия. Замечайте, что слышите. То есть будьте к этому внимательны. Потому что какую меру мерите, такое и будет отмерено вам. То есть, насколько мы усердно будем исполнять Евангелие, вот настолько нам и дана будет от Господа Божья благодать, настолько мы и станем участниками райских благ. И будет прибавлено именно тем, которые слушают. Кто имеет, тому дано будет. Кто имеет усердие исполнять заповеди Божии. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть, ну бывает так, что вот если человек, допустим, имеет какие-то способности, таланты, дарования, но не работает над собой, не пытается сделать свою душу еще лучше. И потихоньку какие-то страсти его захватывают. Ну, скажем, он увлекся винопитием, и в конце концов он теряет то, что имел. Он не только нового не получает и не обретает добродетель, но даже вот эти способности, какие имел, он их тоже утрачивает. Страсть губит все. И сказал, «Обедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот эта притча, она несколько такая, кажется, мудреной, а на самом деле это ключевая притча. Сейчас мы ее объясним. Это притча о Божьем промысле в нашей жизни. Что вот Господь, Он называется здесь человеком, Он бросает семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает Он. О чем идет речь? Вот Господь дал каждому из нас совесть и дал свое благовестие, Евангелие. Но на время нашей земной жизни часто Спаситель как бы отходит в сторону, так что мы не чувствуем Божьего присутствия, то есть мы как будто одни. И получается, что Спаситель как будто вот спит, его нет рядом с нами. А мы одни сами по себе, как будто Господь не видит, как всходит или растет это семя. Хотя Он все равно на самом деле проявляет свою заботу, сказано, Он встает ночью и днем. То есть в любое время Он все-таки проявляет свое присутствие. Но нам дана свободная воля. И мы вольны выбирать свой путь, в том числе свое отношение к Богу. Оно формируется у нас, как мы сами этого хотим. Отношение к добру и злу. Поэтому, говорится, ибо земля сама собою производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Вот тут уже речь о чем? О том, что как раз человек, вот если он изволил какому-то делу, ну, допустим, добродетели, то добродетели она тоже сразу не достигается. Сначала зелень, если она не утвержденная, вот еще первые такие зеленые листочки, когда человек пытается, он радуется тому, что старается следовать добродетели, но все это еще не утверждено. Потом колос уже более прочно по жизни. И только впоследствии полное зерно в колосе, то есть уже плоды духовной жизни. И ключевые здесь слова, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало сжатого. Вот часто люди спрашивают, почему одному человеку дается покинуть земной мир, там, допустим, в 80 лет, да, а другой в 40 лет покидает земной мир. Да потому что Господь как раз смотрит, в какой момент человек более всего расположен. То есть он уже достиг определенной зрелости, и уже трудно что-то еще взять от него здесь, в земной жизни. Либо человек еще пока вот не готов к покаянию, ему дается время. А когда он смирится, когда он созреет духовно, раскаивается в своих грехах, тогда он тоже забирается из мира. А иногда бывает, что ждать каких-то плодов невозможно, поэтому человек раньше забирается. То есть Господь видит душу каждого человека, оценивает его жизненный путь, и забирает, так сказать, на максимальном пределе его духовных возможностей, когда человек либо вот уже успел покаяться, либо уже он и не может ничего доброго принести в этот мир. Вот что значит, когда же созреет плод, то есть когда человек уже определился окончательно в отношении добра и зла, в отношении, в отношении к Богу, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть как серп срезает колось, и вот так человек забирается из этого земного мира. Продолжаем притчи. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что по тенью его могут укрываться птицы небесные. Это притча о церкви, потому что церковь и есть Царствие Божие, явленное на земле. Оно как зерно горчичное. Вот если кто-то знает, горчичное зерно, оно очень мелкое. Самое мелкое из семян. В Израиле, вообще в восточных странах, там сеется вот такая горчица, и хотя оно меньше других зернышек, но вырастает практически в дерево, так что оно больше каких-то там кустарников полевых, а было меньше всех. И речь тут идет о чем? О том, что когда христианство пришло в мир, оно было, казалось, настолько маленьким и незначительным, что, ну, просто могло погибнуть среди вот этого бушующего моря, да, всюду кипит какая-то злоба, негодование. Полно философских школ, которым следуют разные люди, полно уже других религий. И что может принести вот это вот маленькое горчичное зернышко, что могут вот эти апостолы, 12 учеников, и небольшое количество последователей Христа. Но удивительно, очень быстро, в течение каких-то трех веков христианство становится одной из главных религий, прежде всего в Римской империи. и вот оно становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Птицы небесные — это образ и ангелов, и людей, которые ведут равную ангелам жизнь. В церкви всегда присутствуют святые ангелы, но есть и люди, которые равны, подобны ангелам по своей духовной жизни. Вот такое древо жизни, древо церковное, оно родилось из маленького зернышка. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притяжа не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Поэтому люди лучше запоминали, что образный рассказ, он более такой яркий, наглядный и лучше сохраняется в памяти, но не каждый может понять смысл притчи. Ученикам спаситель это и объяснял, поэтому смысл этих притч изложен нам в Евангелии. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки». То есть, вот они с лодки проповедовали людям, настал вечер, и тут же решили переправиться, вот как были в лодке. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии». Спаситель чистует по-человечески, ведь его человеческое естество было фактически таким же, как у нас, без грехов только. И, конечно же, он утомлялся. Вот такая проповедь пространная, которая до этого была, она утомила его. И нужно было отдыхать, поэтому он уснул. А на озере Генесарецком, или его называют Галилейским морем, или Тивериадским озером, называют там бурю фактически каждый день, во второй половине дня. Они бывают разной силой. Вот ветер начинает колебать воду, и волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. В общем, ситуация была достаточно опасная. А спаситель продолжал спать на корме. Его будят, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, он запретил ветру, и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Вот это такая небольшая ситуация, реальная ситуация, когда шторм, волны захлестывают, а Христос спит, как ни в чем не бывало, и ученики боятся. Они думают, что с ними что-то произойдет, утонут. это вот очень важно для всех нас. Почему так? Потому что в жизни нам все время посылаются какие-то очень трудные ситуации, и мы думаем, что мы уже утопаем, а Христос как будто не слышит. Ты ему молишься, просишь, а он как будто спит. Но ведь в конечном итоге все завершается хорошо, и наш страх, он от нашего маловерия. Как им говорит, что вы так боязливы, как у вас нет веры. То есть страх происходит от маловерия. Если мы веруем, что Господь всегда с нами, то у нас потихонечку отступают вот эти страхи, какие-то лишние переживания, которые внутри изъедают наши души. И Спаситель очень легко прекращает эту бурю одним словом, ему повинуются стихии, но ему повинуется как Богу и все в этом мире. Поэтому когда нам попускаются те или иные бури, не будем унывать, вспомним, что иногда Спаситель специально оставляет нас для определенных уроков, и чтобы мы возрастали в вере, как апостолы, которые претерпели вот эту бурю, и Спаситель их не оставил, он умиротворил эти стихии, значит, и нам он тоже придет на помощь. Вот на этом, братья и сестры, мы завершаем чтение четвертой главы, и в следующий раз продолжим чтение и объяснение евангельских событий из Евангелия от Марка. До скорой встречи, храни вас Господь! Господь!